Привет, ты на канале Мэджик Пэтс. Поставь нам свой волшебный лайкосик и пиши коментосик. Потому что они тут в виде появляются, понял? А мы знаешь, что делаем? У нас четвертый день распаковки гигантской коробки антистрессов. У нас их так много никогда не было. Короче, мы начали распаковывать наш миллион слаймов и решили разделять их на команды. Ну, ты, наверное, знаешь, что вот уже четвертый день подряд мы проверяем этих чуваков и делим. На матовые у нас уже из них слепился целый лизун-гигант. Мы потом с ним поэкспериментируем. И прозрачный, еще один космический мега-слайм. А еще есть больница, куда мы отправляем больные антистрессы и будем потом их лечить. А я придумала еще и сопли слайм. Ко мне в команду идут все противные антистрессики. И сегодня мы продолжаем нашу мега-распаковку. А наша хозяйка Аня снова будет нам помогать. Ань, вообще-то киса Алиса должна была говорить про подписку на канал. Да, ну как видишь, киса Алиса опять всю ночь где-то бродила, ходила и она спит. Да, уж как всегда, все понятно. Хорошо, хоть по крайней мере она в этот раз вернулась не вся в клещах и в ранах. Кто смотрел ролик на Magic Family «Моя кошка сошла с ума», тот поймет. А это, кстати, еще один матовый лизунчик. Я думаю, все ребята посмотрели это видео. Да уж, и узнали всю правду про кису Алису. Может быть, они, кстати, уже и сегодняшнее новое видео посмотрели. Про наш очень необычный эксперимент. Да, я лично такого не ожидала. А, это тот ролик про безумные товары? Да, где мы с вами проверяли отпугиватель для собак с Алиэкспресса. Помните вашу реакцию? Положи его в наш матовый космический лизун. Да, реакция у нас была ого-го. Я думаю, ребятам будет интересно сходить и посмотреть, как работает отпугиватель собак. Потому что я очень удивилась. А вот этот, по-моему, лизунчик испорчен. Давай, Аня, ставим ссылку в описании на новое видео на Magic Family. Да, конечно, ребят, как обычно оставим. Кстати, смотрите, а я вот его пожамкала, помяла, согрела в руках и вроде как он восстановился. Хотя я не сказала бы, что это лизун, это скорее жвачка для рук. Или мягкий пластик, в общем, вы поняли. Мне кажется, его можно добавить в наш матовый лизун. Ну, окей, как скажете. Ань, давай розовую слизь откроем. Уже, Софиша, я как раз только об этом подумала. Это красивенькая розовенькая новенькая баночка. И я уверена, в ней красивенькая розовенькая новенькая слизь. О, какая прикольная. Это мой соплисай? Нет, Юмичу. Смотрите, какая она прикольная. Но почему нет, Софиша, это же слизь. Ну, потому что она вообще-то подходит для нашего прозрачного Magic Космического Лизуна. О, сколько слов. Ну, хорошо, как скажете. Посмотрим потом, перемешается она с ним или нет. Ань, давай вот это сердечко откроем. Интересно, неужели в нем тоже слайм? А ты открой его, знаешь. Так, ой, что это? Это похоже на те жвачки для рук твердые, помните, которые похожи на пластик. Похожи, похожи, по-моему, ань, ты повторяешься. Да, я просто растерялась немножко. Такой болотный цвет. И что-то как-то эта штука, по-моему, не работает. Видимо, в Мишиной любимой больнице слаймов добавится пациент. Эм, да, пожалуй. Так, посмотрим, что у нас в этой баночке. Мы обещали ребятам поспешить, чтобы поскорее закончить нашу распаковку, которая длится несколько дней. Эм, эм, да уж. Похоже, еще один пациент. Да, сегодня мы быстро. Аня, давай откроем кого-нибудь для нашего прозрачного лизуна-гиганта. Как насчет вот такой вот апельсинки? По-моему, здесь слайм в отличном состоянии. Так, я сейчас его выговорю, помешаю, пожамкаю. Или что? Или он тоже испорчен? Но все равно можно запихать. Ладно, добавим яркости в наш космос. Смотрите, какая паночка интересная. Мне кажется, там что-то прикольное. Неужели это золотой слайм? Серьезно, ребята? Помните, в первый день мы нашли серебряный? Я всегда мечтала увидеть слайм золотого цвета, чтобы он был как расплавленное золото. И мне кажется, наконец-то мы его нашли. Вау, прикольно. Смотрите, какой он классный. Я прям не могу. Вот он именно не желтый, а золотой. Я даже не представляю, как можно в лизуне добиться такого цвета, при том, что в нем нет никаких блесток. Он просто как будто золотой. И, кстати, он в супер отличном состоянии. Засовывай его в наш матовый гигант. Ну, как скажете. Смотрите, как будто золото течет. Золотая лава. Ань, мы вот тут три баночки собрали. Давай-ка их откроем. А почему именно их? Потому что мне пора пополнить свой сопли слайм. Не думаю, Юмич, что это пойдет в твою команду. По-моему, этот слаймик испорчен. И, если честно, ребят, я думаю, что даже нет смысла его доставать. Я, пожалуй, его сразу в больницу отправлю. И, по-моему, потом мы всю эту больницу просто замешаем в один гигантский лизун. И будем его лечить. Потому что по отдельности, видимо, лечить их уже будет бесполезно. И как вы так угадали, что отобрали три этих коробочки? Там явно со всеми слаймами что-то не так. А, по-моему, этот слайм должен пойти к Юме. Упс, а я уже кусочек его сюда засунула. Ура, новый гость в моем сопли слайме. Фу, в Юме за тарелку даже смотреть противно. Она даже хуже, чем в больнице. Кстати, тут написано, Аня от Маши Де слайм для Мэджик Пэтс. Ну, мы, в принципе, как раз на вашем канале. И что тут у нас? По цвету мне подходит. Но, если он в хорошем состоянии, то, мне кажется, его можно добавить в ваш матовый лизун-гигант. И, по-моему, этот чувак здоров. Ну-ка, ну-ка, покажи поближе. Видимо, Софи права. Он, конечно, очень странного цвета. Как? Кака? Юме, нет, пожалуйста, не произноси это слово. Он цвета шоколада. А еще в нем красивые блесточки. И круглые пенопластинки. По-моему, он очень даже милый. И очень похож на какао. Юме, нет. Юме. Юме, что, ну-ка замолчи. Короче, по-моему, нормальный слайм. А еще и большой. Добавляй его в наш матовый космос. После нескольких дней распаковки, Ань, по-моему, наш матовый лизун-гигант уже такой огромный. Мне кажется даже, что он очень тяжелый. Это точно. И, да, Ань, замешай-ка его. А то что-то давно мы не месили наше антистресс-тесто. Да, Юме, ты правильно подметила. Реально похоже на антистресс-тесто. Это просто такой уже гигантский лизун. Может быть, на видео так не выглядит, но он просто огромный. Занимает целый тазик. Он как гигантская жевательная резинка. И реально очень тяжелый. А давайте попросим ребят предложить нам всякие эксперименты. Что можно потом будет с ним сделать? Мы его еще не закончили. Я думаю, он станет намного больше, но идея хорошая, Софиш. Ну что, погнали дальше. О, желтенький. Это мой цвет. Вот именно, что я радуюсь, это же твой цвет. Сколько тут пупырышек. Точнее, этих, как их? Это не пупырки, это пенопластинки. Да, 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 Юмичу, ну извини, забыла. Кстати, слаймик в хорошем состоянии. Очень даже прикольно тянется. Пусть он и небольшой, но очень милый. Добавь солнца в космос. Ой, давай вот этот розовенький. Софиш, я уже взяла другой розовенький. Блин, ну отлично, так попросишь, а ты не делаешь. Софи, да не ворчи ты, Аня все время делает то, что ты просишь. Я делаю всегда по-честному, так что давайте, не спорьте. Он тоже розовый, Софиш. Смотри, какой миленький, маленький, хорошенький. Такого приятного, нежно-розового цвета. И внутри у него блесточки. Ммм, какой хорошенький. Он тоже матовый, как вы видите. И несмотря на то, что он маленький, он отлично тянется. И очень приятный, мягкий на ощупь. Значит, он идет в матовый космос. У нас сегодня прозрачных вообще, по-моему, ни одного еще не было. Давай прозрачные, а? Ну сейчас, я Софиша обещала розовый открыть. Вот я же говорю, ты всегда делаешь, как Софи просит. Ой, неправда, Эйван, что ты врешь? Я же сказала, я всегда делаю по справедливости. Мэджик справедливость. Ой, 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 какой, какой, ой, 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 он кажется прилипущий. Ай, просто кинь ему сразу в лизуна. Как раз нам в нашем гиганте не хватало чего-нибудь более липкого. Чтобы он лучше тянулся. И светлого, а то что-то он помрачнел. Давай салатовенький, Мишкин цвет. Салатовенький, Мишкин цвет. А где Мишка-то, кстати? Я тут, просто меня не видно, я больницу жду. Понятно, Мишаня у нас точно мечтает быть врачом или медсестрой. По-моему, вот этот вот чувак испорчен, ребят. Может, я его в больницу? Нет, нет, ну пожалуйста, добавьте мне его в суп-лислайм, а то у меня там все такое мрачное. Уже. Мне кажется, эта гигантская коробка медсестрессор никогда не закончится. Ух ты, смотрите, что это. Выглядит, как какой-то очень вкусный сладкий десерт. Там даже как будто кусочки маршмеллоу или мармелада. Прям так из слюнки текут и хочется почему-то это попробовать. У вас бывает такое, когда вы держите в руках какую-нибудь косметику? Типа скраб, например. И вам хочется его лизнуть. Вот у меня сейчас так же с этим лизуном. Лизнуть лизун. Да, я вообще все люблю лизать и жрать. Ну, тут я юмичу понятно, но у меня такое лично в первый раз. На самом деле, этот слайм такой странный на ощупь из-за вот этих вот квадратных штучек в нем. И на первый взгляд он казался маленьким, а на самом деле, смотрите, какой он большой. И к рукам не прилипает, и тянется классно. И почему-то он как будто бы блестящий. Да, мы поняли, что он тебе понравился. Хватит уже, смотри, у нас еще сколько впереди. Ладно, хватит пускать слюнки, кладем его в наш матовый гигант. Аня, открой вот эту желтую покемоновскую коробочку. Это не коробочка, а баночка. А почему покемоновская? Потому что она желтая, Ань, ты что, мой цвет желтый. А, ну да, ой, ой, что это? Кажется, это слайм, но только он покрашен обычной краской. Че, че, серьезно? Да, то есть он самодельный, и походу он с гуашью. У меня аж все пальцы желтые теперь от него. Это точно в больницу. А теперь пошла руки помою. Мы положили его в больницу. Получается, потом все будут в желтой краске. Это было фатальной ошибкой. Надо будет Аня позже сказать. Фух, так, я помыла руки, погнали дальше. Это что у нас тут такое? Ань, ты там слайм с гуашью засунула в больницу. А, ну да, он испорченный был, потому что. Но если это была краска, то получается, там все будет потом желтое в этой краске, и его нельзя будет мять, ведь руки запачкаются. А, да, че-то я об этом не подумала. Надо будет его потом оттуда вытащить. Кстати, смотрите, какой прикольный радужный слаймик. Он как будто из нескольких слаймов состоит. Смотрите, как прикольно смотрится это сочетание цветов. Но только, наверное, если очень долго его мешать, в итоге он станет однородного цвета. И в нем еще какие-то блесточки, по-моему. И он матовый, поэтому наш матовый лизун-гигант снова растет. Ань, давай откроем вот этот контейнер каждый день. У меня реально ощущение, что эти слаймы никогда не кончатся. Да не, Ань, вроде не так много осталось. Да, уж, конечно, не так много. Еще тысяча штук. Какой прикольный цвет, кстати, у этого слаймика. Цвет морской волны. Да, такой бирюзовенький, с белыми пупырышками. Еще раз я говорю, это не пупышки. Ну да, да, пенопластинки. Смотрите, как он тянется. Превращается в тоненькую веревочку. Мне кажется, или он пахнет мяточкой. Да, Юмичу, мяточкой. Правда, вкусно пахнет. Да, и на вид он очень прикольный. Вот я заметила, что некоторые даже матовые, непрозрачные слаймы, они как будто блестят, а некоторые нет. Интересно, от чего это зависит? Может, ребята знают и напишут? Хм, что-то сегодня у нас все слаймы матовые. Поэтому открой вот этот. Ох, давайте посмотрим, что в этой баночке. И если честно, ребят, я уже подустала. Похоже, наша распаковка растянется еще на пару деньков. Когда же мы уже закончим и начнем экспериментировать? Смотрите, тут в слайме была рыбка. Но в любом случае, мэджиком нашим, нашим зрителям, мы закончить обещали. Поэтому мы должны это сделать. Как вам этот слаймик? Подойдет для космического прозрачного. Ой, как тут у нас красиво. Окей. Ну что, тогда мы пойдем гулять. Ты иди, прибирайся, готовь. Ой, что это? Первый раз такое вижу. Это явно испорченный слайм, но я впервые такое вижу. Любимая Мишина больничка пополняется. Ага, тут уже такая каша-малаша радужная. Завтра продолжим, а ты давай иди смотри новое видео на Маджу Фэмали. Пока-пока.